Штраф на дом Скажите, пожалуйста, в какой срок должна быть оплачена квитанция и что ждет нарушителя, если он просрочит платеж? В течение двух месяцев вы должны оплатить административный штраф. А если не оплатили? Ну, далее, так сказать, в соответствии с законодательством уже наступает ответственность вплоть до административного ареста до 15 суток. А если водитель не согласен с постановлением, может ли он обжаловать штраф? Да, любое постановление об административном правонарушении, в том числе, так сказать, и вынесенного должностными лицами госавтоинспекции, может быть гражданином обжаловано в установленном порядке. А вот если в случае нарушения предполагается нефиксированный штраф, ну, предположим, от 1000 до 1500 рублей, какую сумму выпишут? Если существует так называемая вилка, то решение принимается тем или иным руководителем подразделения в зависимости от целого ряда обстоятельств. А если водитель-нарушитель управляет транспортным средством по генеральной доверенности, кому придет квитанция? Квитанция об облате штрафа придет к владельцу транспортного средства. Как отличить поддельную квитанцию от настоящей? Ну, пока хочу сказать, что в Москве, слава богу, таких случаев еще не было. Ну, а, так сказать, о том, как она отличается, лучше всего продемонстрировать на конкретном документе. На лицевой стороне мы видим фотографию автомобиля. Далее, так сказать, внизу мы видим квитанцию, уже готовую, заполненную об оплате. На обратной стороне данного документа мы видим постановление по делу об административном правонарушении. Внизу существует контактный телефон того подразделения, должностное лицо которого вынесло это постановление. Можно позвонить туда, справиться о том, действительно ли такой документ направлялся в ваш адрес. И еще такую квитанцию можно получить только заказным письмом, а оплатить только через Сбербанк. По крайней мере, пока. Поэтому, если вдруг в своем почтовом ящике вы обнаружите квитанцию, в которой указаны реквизиты другого банка, или на фотографии не читается госномер и марка автомобиля, это происки мошенников. Моя рекомендация такова. Внимательно проверяйте приходящие по почте квитанции, вовремя оплачивайте штрафы, а лучше не нарушайте правила дорожного движения. Будьте бдительны и берегите себя.